Руководство, труд колонии, видимо, по указанию сверху, организовали санитарно-технические бригады, которые боролись с этим, санитарно-технически называлось, чтобы не распространялась инфекция и заболевания вокруг деревень этой колонии. Почему? Потому что в это время почти через хату, а иногда подряд одну и вторую, находились трупы, которые погибли в результате голода. И руководство, труд колонии, видимо, по указанию сверху, организовывало бригаду, она называлась там санитарно-техническая бригада, что ли. Этой бригаде предоставляли лошадь с поводской и, значит, регулярно за завтраком в труд колонии назначали наряды, куда, когда, куда и как ехать. Задача называлась на санитарно-технической бригаде, что ли, в общем, по уборке и очистке ближайших деревень от трубов. Наша задача была задача тех детдомовцев, которых направили для санитарно-технической службы в этом районе. Наша задача была, как этой самой санитарно-технической группы, заходить подряд, постепенно, в любой двор, просматривать все, где есть трупы, в подвале, в этом самом, в сарае, где-то еще, где-то. Наша задача, значит, хорошо просмотреть подворье, собрать трупы. У нас с собой была лошадь с горбой, лошадь с детдомовской конюшней. И наша задача была, значит, несколько, там, 3-4 человека садиться в эту горбу и сначала и до конца просмотреть все возможные места, где могли находиться трупы. Ну, трупы, вообще-то, когда это в результате голода. И мы, значит, вот, например, с этой горбой, это такая повозка огороженная, чтобы можно было складывать трупы. И мы ходили по, из хаты в хату, во дворе ныряли во все возможные дела, где только наша задача была такая, все возможные дела, находили трупы, эти трупы складывались в горбу, отвозили ближайший сосновый бор. Там бригада наша тоже детдомовская выкапывала громаднейшие ямы. И мы, значит, с этой повозки, в которой находилось 4-5, может, даже и 6, не знаю, сколько входило, трупов завозили и сбрасывали, ну, как сказать, никаких ритуалов, ничего. Просто сбрасывали и, значит, по заполнению ямы закрывали, закрывали и шли. Это была наша задача по очистке, она называлась санитарная задача. Я с бригадой в возрасте, сколько там мне было, 15-12 лет или что-то, в этом возрасте, выжили только благодаря тому, что нас бросали на выполнение разных работ и руководство для того, чтобы так стимулировать, выдавало нам, значит, называемые провенки. Эти провенки, они составляли, значит, грамм 300 хлеба, грамм 200, даже 300 много, грамм 200 хлеба, и там чего-то еще там, что-то такое выдавало. И мы, значит, благодаря, так сказать, вот этой провенке, кроме того, значит, мы имели доступ там что-то уворовать и выживали. А те детдомовцы, которые просто находились в этом, ну, по возрасту, видимо, так сказать, не, так сказать, использовались на других работах, те умирали с голоду, пухли, пухли и умирали с голоду. Значит, а эти старшие, которые работали, значит, где-то, то они вот эту провенку эти давали, там, 200-300 там хлеба на день, то где-то украсть можно было, то где-то еще что-то найти. И таким образом-то старшие вот это поколение, оно выживало, а меньшие погибали. Где ховали детей, которые умирали с голоду? Значит, на территории детского дома, имени Церупа, где я жил, было свое кладбище. И это кладбище, значит, там, в это кладбище и хоронили этих самых детдомовцев, которые погибали с голоду. А вы можете пригодать, как назывались те села, в которые вы ездили? Вы назвали Гравське, Семеневка, а еще можете пригодать назвы сел? Там вот, я же раз говорю, три села, по-моему, нас окружали, детдомовцы окружали три села. Гравська, Люк, по-моему, Лючевка, что, я уже забыл. Гравська, Лючевка, Семеневка. Там три села окружали этот самый труд колонии. И вот это. И тут, значит, это руководство колонии и защищало эти села. А че были такие факты, когда такие порожние хати, они руйнувалися, их разбирали? Не тільки факти были, а это было почти как правило. Значит, руководство там, верхнее руководство надавало, разрывало саму хату на дрова, там, на это еще и так дальше. А потом, вы не знаете, ця территория, как она использовалась? Ее засаджували деревами, чи там, делали поля? Вот, территория сел. Разбиралися хати, дальше что было? Ну, это самое. Хата, разобралась хата, так она, так, это и стоит, все разобрано. А это самое. Сарай, предположим, разобрался, если нет, там, ніякого, значит, хозяина, и все. Так что все воно так и не оставалось. Продолжение следует...